Давайте помолимся. Отец, спасибо за Твою благодать сегодня. Помоги, чтобы наш ум, разум был открыт, наш дух был открыт, и наши сердца были открыты, чтобы мы смогли принимать от Тего сегодня. Помоги нам расти в знании Твоего Слова, чтобы мы смогли понимать, чтобы мы смогли применять это в нашей жизни, чтобы мы смогли расти в Твоем Царстве во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Сегодня я хочу посмотреть с Твоей, сегодня мы посмотрим на то, что ожидать от лидера. Особенно сегодня, будьте свободны в том, чтобы задавать вопросы. Это настолько важно, что нужно это понять. Если это непонятно для вас, тогда будьте свободны в том, чтобы спросить. И мы попытаемся прояснить, нести ясность. Мы будем говорить о характере. И это очень важно в лидере. Это для лидера самостоятельная константная борьба, чтобы держать эти вещи в правильном месте, в правильном порядке. Поскольку для самого лидера это постоянная напряженность, борьба в том, чтобы все сохранилось в правильном порядке. И очень легко ускользнуть и сойти с дороги. Особенно в обществе, в котором мы живем. Потому что это оказывает давление на нас. И также пытается увести нас от духовных истин, которые мы находим в Писании. В какой-то момент это может показаться трудным. Но очень важно, чтобы мы обращали внимание на эти важные аспекты. Потому что от этого зависит, лидерство пойдет вверх, либо оно вниз будет катиться. А также наш подъем или спад личных взаимоотношений с Иешуа. И с Отцом. Поэтому для меня это очень важные вопросы. Пожалуйста, будьте терпеливы, даже если у вас такая мысль есть. Я все это знаю. И даже если мы что-то знаем, И как Павел говорит, я непрестанно продолжаю напоминать вам об всем этом. И может для вас это будет утомительно. Но для Павла это не было утомительно, постоянно напоминать. Потому что очень легко, чтобы мы это все забыли. Первая Тимофея, глава 3, первые 13 стихов. Мы прочтем полностью этот отрывок. Первая Тимофея, 3 глава, тринадцать первых стихов. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом, своим детей, содержащие в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинства веры в чистой совести. И таких надо бы прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равна и жены, и их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Его хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое одержновение в вере во Христа Иисуса. Очень важно понимать контекст всего того, когда мы читаем что-то в Писании. Потому что у нас иногда такая тенденция появляется взять какой-то текст и свое понимание приписать. Также понимать нужно, что в контексте все было написано. И мы разобьем этот отрывок, так что мы возьмем отдельные части этого отрывка и будем по отдельности рассматривать. Павел начинает здесь с сказать, что здесь есть заявление, которые вы можете верить. Любой, который пытается быть в конгрегационный лидер, искать полезную работу. И Павел говорит, это утверждение, которому следует доверять. Если кто-то желает быть лидером, доброго дела желает. Поэтому первое, что здесь говорится, это хорошо, когда ищете расти, ищете возможности расти. Чтобы вы смогли расти в ваших способностях, и росли в том, что Бог для вас приготовил. И очень хорошо достигать этого лидерства. Но это все должно быть правильным способом. Не из-за того, что вы хотите, чтобы все на вас обращали внимание. не из-за того, что вы хорошо себя чувствуете, когда стоите перед всеми, перед церковью, на подиуме. Но, как сказала я раньше, что у вас есть сердце, направленное на служение. Поэтому очень хорошо, когда мы придем в такое положение, в такое состояние, когда захотим помогать другим. И это должно быть наша мотивация. И мы живем в такое время, что наблюдается тенденция. Люди не сильно обращают внимание на какие-то пороки в характере у лидеров. Это можно видеть в политике, в политическом мире. Очень ясно. И очень легко для политиков какие-то сексуальные дела погрязнуть. Я очень часто комментарии делаю, если взять пример президента Америки, которого улечили в любодеянии или еще какие-то проблематичных вросах. И люди продолжают говорить, ну, это его личная жизнь. Это не влияет на его способность быть лидером и вестись. Я абсолютно не согласен с этим, потому что это влияет. И такие извинения приводят И все, что спрашивают, справится ли он с работой, это все. А характер никакого значения не играет. И, к сожалению, такое отношение прокралось и в церковь. Недавно буквально произошли такие случаи в Америке, в Англии, в Финляндии. Церковные лидеры, христианские лидеры, которые, в принципе, жили в грехе. И также они исполняли свою работу, служение. И никто не обращал на это внимание до тех пор, пока это не стало достоянием общественности. Это неправильно. Я очень серьезен также к себе в этой сфере. Было у меня время, когда была одна проблема, я не скажу, какая. когда у меня были какие-то трудные вопросы. Я спросил. Я сказал церкви, церковь, мне нужно время, мне нужно разобраться с этим. Я рассказал о проблеме в церкви и попросил, чтобы мне дали время, чтобы я справился с этим и чтобы они молились обо мне. Мы это сделали. Я подчинился власти, под контроль поставил себя. И когда те мужчины, ну, те люди сказали мне, теперь хорошо, теперь все в порядке, и я возвратился к тому, что я делал раньше. Я верю, что эти принципы настолько важны. Даже в качестве лидера вы должны быть подчинением, под властью. Вы ответственны за то, что вы делаете. И также нужно нести, как бы, взять на себя ответственность, если что-то сделали неправильно. И намного лучше, если это вы сами сделаете. Вместо того, чтобы какой-то пророк Нафан пришел к вам и сказал, Давид, Давид, у тебя большая проблема. И он рассказал ему историю. И Давид говорит, ну, этого человека надо наказать. Нафан обращается к нему, говорит, ты этот человек. Завтра мы вернемся к идее различных функций в церкви. Поэтому сейчас я не буду слишком ухлубляться в это. Но все-таки потом я возвращусь к этому. Мы должны взять на себя ответственность. Мы должны быть ответственны, как лидеры. Только из-за того, что у вас есть власть, не означает, что вы не несете никакой ответственности, подотчетности. Это может происходить в мире, и это может происходить иногда в церкви. Однако, такого не должно быть, такого вопроса не должно возникать в отношении с Богом. В этом плане Бог очень старомоден. когда дело доходит до характера человека. Ну, понимаешь, это же уже другие дни, современные дни мы живем. Нет. Бог не изменился. Бог все так же беспокоит наш характер. Для Бога фиктивный христианский лидер это тот, у которого активные и плодоносные взаимоотношения с самим Богом. Я хочу еще раз повториться, чтобы вы с ним записали это. Для Бога христианский лидер означает, во-первых, и выше всего быть активным и плодоносным в взаимоотношениях с самим Богом. Активный, плодовитый, плодоносный в взаимоотношениях с самим Богом. Это, можно сказать, центральное утверждение. Быть христианским лидером во-первых и превыше всего быть активным и плодоносным во взаимоотношениях с самим Богом. Это означает, что нам нужно посмотреть на себя. И как я вчера говорил, самоконтроль, самопроверка, что вы смотрите на самого себя и спрашиваете, каково мое духовное состояние. Также вы слушаете других, которые смогут увидеть и сказать вам о вашем духовном состоянии. Самопроверка это хорошо. Но также мы нуждаемся в других людях, которые смогут сказать в нашу жизнь. вам нужно найти людей, которых вы уважаете, которых есть власть, и вы можете пойти к ним и сказать, как ты смотришь на мою жизнь, что ты видишь в моей жизни, и которые со всей честностью вам ответят. Они скажут вам хорошее, плохое и ужасное. Это был фраза из фильма фраза и название фильма «Дома». Хороший, плохой и ужасный вестерн. И также это относится к нашей жизни. И нам нужна эта открытость. Я бы умолял вас будьте постоянно открыты, чтобы люди не побоялись прийти и сказать вам. Окей? Богу не нужно какого-либо бизнеса, ему не нужны деньги, ему не нужна власть, популярность или огромное здание, или же что-либо другое, что может дать церковный бизнес или церковь как какое-то дело. Бог обеспокоит люди. Они занимают первое положение в списке Бога. Поэтому номер один в Божьем списке это люди. Первое списке Бога также должны быть первые списки в вашем. Бог любит людей. Он так их любит, что своего сына послал, чтобы он умер за них. Тогда как вы думаете, каких людей Бог захочет иметь, чтобы вели его народ, его людей? Да? Бог любит людей. Бог послал своего сына послал для того, чтобы он умер. Послал умереть. Поэтому второй пункт в Божьем списке вероятно, это лидеры готовы умереть. 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 Если Бог это сделал со Своим Сыном, которого Он приводит в пример то лидерство и лидерство служения. Пример того, как нужно управлять Царством. Тогда этого же Он ищет в тех, кто ведет Его возлюбленный народ. Он хочет людей, как чистое серебро, без примесей. Очень это интересная фраза в английском. Это из сферы драгоценных металлов. И когда Вы говорите о серебре первого сорта, мы говорим «серебро высшего класса». Без примесей, чистая. В этом же плане, когда Бог смотрит на характер, Он смотрит и ищет чистый характер. Те, которые будут любить и заботиться о Своем народе. о Его народе. И также дадут Его народу хороший пример. И также покажут Его народу, как иметь значительное и весомое взаимоотношение с Ним. Бог хочет, чтобы у нас были взаимоотношения с Ним, значение которых было бы самым глубочайшим в нашей жизни. Что я имею в виду? В английском у нас есть такое выражение «это все для меня значит». То есть, это самое важное для нас. что-то, что мы желаем всем Своим сердцем. И эти значимые взаимоотношения с Богом. То, без чего Вы не сможете выжить. И Вы не хотите жить без этих взаимоотношений. Поэтому это не только наша личная ответственность в отношении нашей личной жизни иметь такие взаимоотношения с Богом. Но также, если мы являемся лидерами, то мы будем стремиться к тому, чтобы те, к кому мы ведем, у них будут такие же взаимоотношения. Помочь церкви увидеть таких людей, у которых есть характер. Как в посланиях Тимофею и Титу перечисление идет черт характера и поведения, которые должны быть у лидера. И за то время, которое у нас есть в наличии, возможно, все я не смогу покрыть во всей глубине. Но мы попытаемся сделать так много, насколько возможно. Мы рассмотрим, во-первых, список из первой Тимофея, третьей главы. И также возьмем то, что очень важно учесть для лидеров. Во втором стихе. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трест, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Это очень длинный список. И следует помнить, что каждый из этих факторов важен. С одной стороны, будет очень сильно сказать, что все эти качества должны быть присутствовать в лидере. И, с другой стороны, нужно быть немного сострадательными. Можно сказать, что не обязательно быть идеальными и совершенными в всех этих пунктах. Однако, должны быть все-таки эти качества очевидны и видны в том человеке, которого вы видите как лидера. И здесь этот стих начинается с необходимых, что должно быть, необходимых качеств, характера. И, как я сказал уже, это должно быть, хороший, добрый характер не подлежит обсуждению или, как бы, корректировке для хорошего лидера. Это занимает первостепенное положение. Более того, лидер ведет людей к Богу. Что он должен быть сам примером. Для того, чтобы Бог не был посмешищем и не стал глупцом. Он не будет стоять behind or bless a leader, who leads in vain, in vain, in vain. И Бог не будет стоять, не будет поддерживать, не будет благословлять того лидера, который ведет, только из-за того, что у него позиция такая. Который не заинтересован в послушании Богу и в том, чтобы любить Его людей. Примерами этого могут быть царь Саул с негативной точки зрения. И царь Соломон с позитивной точки зрения. Ну, всю главину мы не будем сейчас рассматривать. Но мы знаем, что Саул не послушался Бога, а слушался Бога. И поэтому Бог сказал ему, я тебя оставляю, я больше с тобой дела не буду никого иметь. И из-за его характера. И из-за характера Соломон более всех был благословен. Хотя в конце своей жизни он потом ушел. Отошел. Но Бог благословил его. И дал ему большее, чем молитва другому. Первое качество характера, которое здесь мы видим, это непорочность или же без всяких упреков. Его невозможно упрекнуть. Греческое слово, которое использовано здесь, это «ane, пили, эпотос». «Ане, пили, эпотос» — слово на греческом языке, которое здесь используется для этого описания. Что это значит в буквальном значении? То, за что невозможно зацепиться. Превыше всего. Невозможно упрекнуть. Без упреков. То есть, никто не может подойти к вам, сказать, «О, ты это не так сделал, ты это сделал неправильно или и то». Конечно, это не означает, что в качестве лидера вы никаких ошибок не делаете. Но в качестве лидера вы должны быть тем, кто исповедует и кается. Чтобы никто другой не подошел ко мне и не сказал. Превыше упреков. То, за что невозможно зацепиться. И еще, как использовали это слово в греческой культуре, когда говорят о тех, кто занимается легкой атлетикой, борьбой. То есть, все зависит от того, как вы за кого-то ухватитесь, как вы кого-то возьмете. Не столько это зависит, будете ли вы его кидать с одной стороны в сторону. В этой борьбе нет ударов кулаками. В основном, как вы кого-то возьмете, захватите. Никогда не сидите в первом ряду. Потому что греко-римский борец возьмет тебя так. Вот, что все это значит. И в борьбе была даже терминология для описания человека, который просто выскальзывал из рук. Его невозможно было ухватить. Он был абсолютно подготовлен. Невозможно было его взять или чтобы его оппонент кинул как-то. Поэтому вы должны быть готовы. Люди будут смотреть на вас. Люди смотрят на вас. Если вы лидер. И очень часто они попытаются найти ваши ошибки. Поэтому вам нужно быть на шаг вперед. Исповедуя свои грехи. Ошибки так, что они не смогут за что-то ухватиться. Тоже относится к сатане. Сатан может только обвинять вас, если вы не исповедались. Если вы не принесли это перед Богом. Даже если потом он приходит со всем этим. Вы можете сказать, я был возле отца. И он простил меня. И тогда никакого у него не получится способа, как вас ухватить. Это настолько важно. Студенты, помните это. Если ничего больше не запомните сегодня, надеюсь все-таки, что вы запомните. Но помните это. Чтобы ваше сердце было всегда чистым. Мы воистину проходим 10 дней страха и трепета. Приготовьтесь встретиться с вашим Творцом. И лидер должен проявлять позитивные качества и являться примером. С осторожностью избегайте такого поведения, которое может быть использовано против вас или против служения. И здесь мне нужно будет больше объяснить. Так же самое, как Иешуа больше интерпретировал 10 заповедей. Иешуа сказал, вы слышали, что не прелюбодействуй. Потом Иешуа дальше продолжил и говорит, я говорю вам. Человек, который посмотрел на женщину с похоть, уже прелюбодействовал в сердце. Это дело не только в том, что вы делаете. А так же дело в том, что вы думаете. Поведение, которое достойно упреков, так же включает в себя немудрое поведение. То поведение, которое противник наш может использовать против человека. Бог свят. Так же Он хочет, чтобы мы были святы. И мы знаем, что это нелегко. Постоянно это требует внимательности и готовности к покаянию. Покаяния, исповедание грехов и обращение от них, отвращение. Бог хочет иметь взаимоотношение с народом, который серьезно относится к святости. Более того, на протяжении всех столетий неверующие насмехались над Богом, потому что верующие вели себя плохо. И очень важно, что люди не только в церкви, но и за пределами церкви смотрят на нас. Я это знаю. Не всегда мы это осознаем. Не всегда мы об этом думаем. Но это так. В той деревне, в поселке, где я жил, в Бельгии, было множество историй ходило в нашей церкви. И получается, наша церковь находилась в центре, недалеко от базара. И в Бельгии очень интересная культура. На базаре И если взять, то возле, вокруг базара он окружен различными кафе, подобными местами. Заведениями люди приходят выпивать туда и сплетничать. В основном сплетничать приходят. Интересно, там ходили все возможные истории, чем мы занимались в церковном здании. Например, они говорят, что они говорили, что мы танцуем голые. И если вы хотите прийти в церковь, и это очень интересный вариант, то вам отрежут палец. Поэтому мы так и ходили вокруг. Однажды мы несколько лидеров пошли в кафе. Я исповедусь свои грехи. И каким-то образом Бог сказал нам, вам следует это сделать. Поэтому мы пошли в кафе, мы там сидели, заказали выпить. И пришел владелец кафе. И он сказал мне, ты что, пастор этой церкви? Я говорю, да. Он говорит, я так счастлив, что ты сюда пришел. Мы за тобой пять лет уже наблюдаем. У меня вопросы есть. Мы сели, поговорили. И у него были серьезные вопросы. Но этого разговора так и никогда бы не было, если бы мы не пошли туда. В принципе, от него мы услышали эти истории. Он говорит, ну, у меня все еще все мои пять пальцев. Хорошо, мы остановимся и я продолжу в минуту. Сейчас остановимся. Еще. Я сейчас закончу еще. И как я уже сказала, Римлянам 2.24 на протяжении веков люди смехались над Богом из-за плохого поведения верующих. И там оно говорит, как оно говорит в Танах, там написано в Римлянам, что из-за вас их улица имя Божие язычниками. Можете остальные ссылки сами поискать. Это ключ к нашему поведению, которое будет влиять на мирской образ мышления. И они думают о нас. Бог хочет, чтобы у нас была хорошая репутация. Чтобы мы смогли быть самыми лучшими представителями для внешних. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...